Если еще семь дней назад число заболевших новой коронавирусной инфекцией за неделю едва достигало двух тысяч человек, то сегодня можно с уверенностью сказать, этот рубеж мы перешагнули. Только с 11 по 17 октября в Самаре зарегистрировали 2210 пациентов, зараженных COVID-19. По уровню заболеваемости областная столица сейчас на четвертом месте после отрадного Октябрьска и Новокуйбышевска. Положительный тест на коронавирус все чаще регистрируют в возрастной группе от 30 до 49 лет, а также у самых маленьких жителей города. За семь прошедших дней COVID-19 заразились 14 малышей до года и все меньше пациентов болеют новой коронавирусной инфекцией бессимптомно. Сейчас цифры бессимптомного течения маленькие из недели в неделю и эта ситуация характерна не только для города Самары, она характерна в целом на территории Российской Федерации. Ограничительные меры уже доказали свою эффективность при переводе школьников с 6 по 10 классов в формат дистанционного обучения. С разделением потоков в этой возрастной группе сейчас регистрируют наименьший прирост заболевших. Меры вынуждены, утверждает в Департаменте образования, но при нестабильной педобстановке единственно верное. Напомню, мы приняли решение на последнем штабе неделю назад продлить дистанционное обучение до 7 ноября. Последняя неделя каникулярная заканчивается и, соответственно, будем принимать в период 1-3 ноября решение о продлении дистанционного обучения. На особым контроле пациента с положительным тестом на ковид, который находится на амбулаторном лечении. В течение 14 дней после заражения они должны соблюдать режим самоизоляции, выполнять рекомендации лечащего врача и находиться дома, а также отвечать на телефонные звонки из поликлиники и пускать к себе домой, если такая необходимость возникнет, мобильные бригады медиков. Сейчас максимально жесткий контроль за амбулаторными больными. Ежедневно нам предоставляете информацию, сколько людей проверили по факту, сколько людей были на местах, кого не было, какие меры приняты. Развернут в Самаре волонтерский штаб по оказанию помощи заболевшим. В месяц туда поступают более 50 заявок, в основном от пожилых людей. Сейчас я поставила задачу напомнить и о телефонах горячих тренинг, где работают наши волонтеры, которые могут оказать содействие и привезти лекарства, привезти продукты питания, заплатить за жилищно-коммунальные услуги, какие-то другие, сделать необходимые вещи людям, которые находятся у нас на амбулаторном лечении. В настоящее время рассматривается вопрос организации работы волонтеров по оказанию помощи в получении QR-кодов. Напомним, теперь они необходимы людям старше 65 лет для разблокировки транспортных карт. Соблюдение всех требований регионального Роспотребнадзора и выполнение постановления губернатора необходимо для того, чтобы снизить число зараженных и выйти по уровню заболеваемости на долгожданное плато. На всех видах транспорта продолжатся проверки на соблюдение масочного режима, а руководителям предприятий нужно предоставить данные о своевременной вакцинации своих сотрудников. Напомним, до 1 ноября этого года необходимо быть привитым хотя бы одним компонентом препарата, либо предъявить медотвод. Сотрудников без соответствующих документов будут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Ольга Павлова, Константин Головин, События.